Слада Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Дополнительное время Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами Версута и Майл Шторм 4CL против Vega, первая карта серии Best of 3, стартуем прямо сейчас, давайте поддержим команды, поаплодируем им Да, ну что ж, кто-то сможет пройти в гранд-финал, кто-то останется на третьем месте Обе команды, я думаю, приехали сюда все-таки побеждать, несмотря на то, что Империя набрала очень мощные обороты, как мы увидели вчера Думаю, что и та, и другая команда в гранд-финал будут иметь шансы, но для начала у них задачка Разогреться Разогреться, да И пройти в этот гранд-финал Так, у нас остается небольшая пауза, и мы быстренько озвучим составы команд Значит, у Веги Сема будет играть на Винтер Виверне Дазл будет в исполнении соло Квин оф Пейн от Ноуана Маг поиграет на Думбрингере И Сларк от Паши Ну и 4CL, Пайкат будет играть на Шадоу Финде Сакса на Тускаре EGM на Вичдокторе Никуа на Дарксире И Секси Бамбу на Слардаре Закупы перед Вашими глазами В принципе, можем пройтись по какому-то, может быть, Вижену Поглядеть то, чего... Никто не полетел ставить варды? Что интересно? Ну, вот один вард вообще есть А, да Вот полетел Очень-очень быстрый, такой дефолтный Более-менее дефолтный Найти его не так просто, потому что Черт его знает, куда он его тыкнул Да и он, в принципе, ничего не банит И... Дает просто инфу Да, более того, по-моему, он даже не дает инфу по руне Не захватывает Да, да, по руне он не дает Чисто дает общую информацию о том, как передвигаются саппорты Идут ли они на, ну, самого мага И будут ли они там как-то гангать Может быть, смолки получится спалить Хотя редко такое бывает, что на таком месте смолки Пайкат вчера начал очень резво против корейцев Не умер ни единожды, но потом посложнее ему Стало в битве с империей Мне кажется, могло это тоже так повлиять, когда... Так, сейчас будет попыточка своровать руну Да ладно, как нагло играет, как нагло играет Сема вкатывается в него всей семьей Очень больно Семе Баночки в него залетает Это 100% Ферзблат Кому достанется вопрос И он еще и достается Шадоу Финду А это плюс заряды душ Плюс 12 душ Это 24 демор Боже, Сема Как же тебе сейчас благодарен Пайкат Я думаю, он тебя угостит потом чем-нибудь После этой карты Да, и для Квин оф Пейн сразу задачка становится непростая Здесь ESF будет Денаевать очень жестко И в начале еще Клопа ничем не может фармить крипов Ну, в плане нюков Еще и Вич-Доктор помогает Как же больно Науану Уже вчера мы отмечали, что вот раз за разом У него на миде тяжелая ситуация Но не по его вине Здесь ему Сема еще и помог немного Потом зато Сема, он шикак Как у них и бывает В начале Науану очень плохо, тяжело Его там гонобят напрягают Зато потом через некоторое время Приходит Сема и выруливает ситуацию Оформляет какой-нибудь даблкил для Науана Тем временем мы видим, как тут Сакс Довольно-таки серьезно наглеет А его замедляют Его очень сильно замедляют Вкатывается на кентавров Попытается отдаться им Нет, он попытается убежать Догонят ли? И походу не догонят Куда не догонят Вот такой Тускар Да, несмотря на то, что сапога нет Довольно-таки резового И за магом погоня Но у него есть земля Под конец подрубает Ее разводил Разводил на последнего И по итогу вышло неплохо И, кстати, линия спушивает со стороны мага То есть играет он, как мы видим, очень грамотно Четко разводит на себя Агрит и за счет этого Скушивает в свою сторону линию Молодец Да, и у Дума тут хорошая ситуация Он стоит против Вич-доктора И Милишного Слардара И зацепить его не так просто Если возьмет быстрый левел И высокого левела землю То станет тяжело Довольно-таки его здесь гонять Но Уан у нас Тратит пока что Новое золото на пласт Взял себе второй дросик Но с СФ-ом, конечно Ну, посмотрите 69 атаки У Квинов Фейн И 84 у Шадоу Фенда И его атака постоянно растет Да, при хороших раскладах Даже если стоять один на один То в принципе СФ нормально стоит Против Акаши Он поначалу немного проседает Но потом набирает себе души И вполне нормально стоит А вот этот период Когда Квинов Фейн немножко доминирует Он хотя бы ей помогает Хоть как-то А сейчас, учитывая, что Столько много демэджа на халяву Получил СФ Этот период Он просто-напросто сразу же был убран И Квинов Фейн будет сильно На фоне, конечно, проседать Так, вкатываться Ой-ой-ой-ой-ой А Паша-то у нас Паша-то у нас отъехал Ого Что же он забыл-то за вышкой Что-то как-то Ну, судя по всему Он за Дарксиром хотел погоняться Но рано, рано На Сларке вообще рано не агрессия Это очень глупо Я очень много видел Сларков Которые покупают себе там Быстрый Шадоу Блейд Минуты на 10-ой, на 12-ой И не имея там Какого-то хорошего левела Пытаются идти гангать В итоге они умирают Либо просто Нерезультативно гангают И тратят свое время То есть я надеюсь Что Паша не из тех Сларков Которые не совсем понимают Насколько они еще могут там убивать Нужно пофармить Набрать какую-то определенную кондицию А уже потом только идти Да, я вот тут смотрю По-прежнему на мид Как Ну, он, конечно, старается Там подбивает по максимуму крипов Ну, все тяжелее ему с каждым разом Ну, как бы да Тут уже 100 с чем-то урона Сколько там получается У нас 101 дэмэдж Уже побольше даже И, соответственно Ластхитить крайне приятно Таким персонажам Как СФ Плюс ко всему СФ еще очень дешевые Вот эти кайлы И более того Квапа, как мы видим Только на единичку Взяла себе скрин То есть даже какого-то АОЕ Если захочет Кто-то уйти в лес Там зафармить Какие-то стаки Может быть То у Квапы Это получится Да Гораздо тяжелее И значительно позже Чем у Шадов Инда Он уже, в принципе Может уходить Что-то делать Но он Будет, конечно, максимум С линии выжимать Очень хорошая ситуация И кэри у них Идет здорово По крипстату И мидер С опережением И даже хардлайнер Пока что Все три линии Остаются за ними Ну вообще Так и есть С одной стороны Еще, конечно Вот эта дабла У Парсиэль Которую они поставили В харду Она должна была Пу и Ди И гнобить довольно жестко Сларка Все-таки Айон Шелл На двух вот этих товарищей И должны напрягать Но при этом Сларк фармит неплохо Если бы сам Паша Не зафейлился И не фиданул То я думаю У него бы там По надворцу Ситуация была бы Ну значительно лучше Чем сейчас Получше Пока мы еще не смотрим Вот В перспективе Он будет сбивать С себя Amplify То есть Слардера сильно бояться Не будет Но это тот персонаж Которому нужно фармить Достаточно долго Не знаю Может быть Конечно я ошибаюсь Может быть В Виге есть Какие-то свои планы Но это не какой-то там Джиггернаут Который против Слардера Так же хорош Что там Какие хорош Что про касты Но понятное дело Что за выживет Так вот Это не какой-нибудь Джиггернаут Который может там И при помощи Блэдфьюри На ранней стадии Что-то делать И Омни Слэш У него достаточно Такие Ну агрессивная способность И Джиггер сам по себе Такой герой Который может пойти Подраться там При наличии Каких-то минимальных айтемов Что касается с Ларка Это совсем не тот персонаж Ну мы видим Макшенный Даркфакт Соответственно Он сможет фармить лес Сможет фармить линии Сплетить за счет этого Даркфакта Уже Ну понимает Паша Что максить Паунд Смысла нет Потому что Паунд смаксится Только для Какой-то ранней агрессии С помощью Даркфакта Можно фармить Интересно На миде была ситуация Не пошел Севс хостой За Даззлов На самом деле Если пошел Бо убил Потому что нету Прейва у Даззла В третьем левеле Он замаксил Пойзон тач Да Он просто об этом не знает Все нормальные Даззлы Имеют грейв А Сол решил Поэкспериментировать Обманочка Ну вот как бы не вышло Это боком Потому что Чертого левела Все еще нет Маг находит Егэма Или Егэм мага Прогоняет Егэса дома В общем главное Что дом Склардару Особо не мешает Понятно что Выгнать уже с линии Совсем его не получится Чего не сказать Кстати говоря О Дарксирии Тусики Которые вдвоем Тут просто заомнили Лайн И стоят Бьют вышку Хозяйничают Захватили лайн И правда И делают здесь Все что хотят Потому что Даззл он Время-от-ремени В миде помогает И соответственно Так сейчас Опасный выход Два саппорта Нападение на Пайката Пайкат отходит Он замедлен Здесь же Тусик Врыв Квин оф Бэнк В Аппе очень больно Ее подкидывают Забирают баунти руну Ой-ой-ой Чуть-чуть Шардами не заблочил Если бы заблочил То это была бы Конечная остановка для Соло Но Повезло Простили Странно Да На ровном месте Не попал Шардами Не разыгрался еще Видимо Савс Не раскликался Но я поэтому и говорю Что команда Которая сегодня Играет Вот эту серию Бест оф 3 Я думаю Она будет в огромном плюсе По сравнению С Империей Потому что Они разыграют С Имперцем Сейчас нужно тоже Где-то там Не знаю Найти себе компьютеры Посидеть поиграть Разогреться Раскликаться Потому что Это будет очень сильно решать Ну да Это иногда Действительно решает И первую катку Команда заливает Но будем надеяться Что Хватит им времени Перед игрой Я уже переключился На Нетворс И смотрю на то Как хорошо все Кливеров Три топовых Нетворса И Тусик Который поджимает Так же Того же Дума Кстати По графикам Мы видим Что 3000 И почти 3000 По XP Это очень много Очень серьезное преимущество 4CL Очень хорошо начали Небольшой Харас Идет на Пайката Пайкат понимает Что можно на развороте Навалять И наваливать Довольно-таки Неплохо Обкатывается Достанет Да достает Демеджа Пока не хватает У Нолан Его подхилили Нужен Грейв Нужен Грейв А его Да нет Боже ж ты мой Нет Грейва Погибает Ох Соло-соло Сема пытается Уйти с телепорта Нечем походу Сбить этот телепорт Очень грамотное решение Семы Выживает Такой Некоторый рик С одной стороны Ну да Вроде бы Ничего страшного Там взял С Пайзен Тащит Лоха не будет Я думаю это мисклик Возможно да Но просто проблема в том Что чем дальше Тем сложнее лвла получать И вот он никак не может Взять себе четвертый Нужно уже взять его Чтобы иметь Грейв Потому что его не хватает Я процентов на 80 Я уверен что это мисклик Потому что Ну дазл Просто Это не та способность Которая имеет смысл максить Процентов на 80 Мисклик Ну вот наконец Появляется у него Грейв Теперь сможет помогать тиммейтам Пока что 3-0 И клевера У которых и так было преимущество Они еще его увеличивают Разрыв над эсэфом Эсэфа над хлопой Уже составляет Сейчас будут пытаться Разрывать эсэфа Ну да Нужно Нужно как-то Потому что Сейчас как будто Заварит Мекку И сильно бустанется Тем более ошибается Тут раз за разом Нападение на Пайката Ну да Тут конечно Пайкат дерется на мужика Понимает что ему Здесь никуда не убежать Его конечно же Должно забрать Есть крэш Но он не получает демок Но в любом случае Ему хватило с руки урона Еще и маг Тоже попадает под фокус Под амплифаем Вешается Дум на И посмотрите на него Ему плевать Он подумал Нападает Пытается отсюда уже Убежать сам Маг Мага добили Последние тычки Под амплифаем Снизу тем временем Сларка забирает Дарксир вместе с Тасиком Это 6-1 В пользу клеверов Как же сейчас жестко Они разменяли Своего Шадоу Финда Да Очень хороший старт Вот ребята с Фарсиэль Просто Ну вот Ровный размен Казалось бы Сф убили Двух отдали Хотя на самом деле Не очень ровный Ну так еще и погиб Сларк Которого в этом Файт Рекапе не было Так как он был Да чуть-чуть позже умер Ну да И там вообще в драке снизу Тем временем Нападение на Соло Соло Да Соло погибает Не успевает даже повесить Грейв Ну и Грейв был на кулдауне Первый левел И сейчас еще и упадет вышка Тоже дополнительное Неплохое преимущество Для клеверов Ну Веге нужно прийти в себя Ну им тяжело Опять же Я не знаю Выбор Сларка для меня Достаточно таки Ну Сомнительный такой персонаж Конечно же Ошибки еще От Ну Появления Грейва Позднего Очень серьезная ошибка На Ферсблад Когда Сема попытался Саворовать эту руну Она явно того не стоила Потому что Если бы хотя бы еще Дарксир сделал Это ФБ А его сделал Шадоу Финт Получив сразу Который вкачал Некроманцеры Да Это просто супер Супер шикарное было начало И вот этот сейчас Буст Который имеется Очень сложно будет С этим бороться Мы сейчас вот Посмотрим на графике Уже 7 с половиной На десятой минуте Это Да Это очень много И Слардар Слардар выходит на Дума Но нет В итоге Дум здесь все вовремя понимает Очень большой разрыв Вот если как-то смогут подраться Удачно Вега То в принципе Ну он пытается что-то сделать Пойзон тач Но он не башит Не башит К сожалению Второго левела Пойзон тач А жаль Да В общем Если сейчас Удастся Веге Хорошо подраться Они этот разрыв Очень быстро сократят И если они проиграют Еще одну драку Так серьезно То может быть У них все совсем Пойкат Раскастовывает ультимейт Отогнал он от себя И кстати говоря Он очень побитый Может быть стоило бы Не бояться А там не хватило На маны Маны не хватало На Соник Войх Но ладно Не совсем понятно Зачем кастовал Пойкат свой ультимейт Но Он С его бы пытался сыграть Чтобы его не убили Потому что там Скорее всего Чтобы Дум Не добежал До него Тоже замедло Какое-никакое Чисто с его Не жалко Кажется мы видим Что СФ не собирается Делать мекку Ее сделал Дарк Сир Также появляется Важнейший Айтем На Слардаре Ну и сейчас Может быть такой Я бы не сказал Что это переломный момент Потому что по-моему Он уже где-то наступил Но шанс Либо окончательного Прочистого Преимущества Для клеверов Либо для Веге Сделать какой-то Легкий камбэк Ну Я конечно смотрю На Сларка Слабо верится Что для Веге Это будет какой-то Легкий камбэк Очень больно Магу И будут Предсмертный Пируэт совершает И Паша Бежал в сторону Своего тиммейта Но понятное дело Что ему надо Бежать в сторону Крипов и сплетить Иначе Он не нафармит Себе ни единого Атема И помощь от него Будет в общем-то Ноль Забирает Магу Тауэр Ну Засемы конечно Вот так вот Выдвигаются Есть у него Колтон Брейс Пытается себя сэвить Баночки Тычки с руки И это минус И никакой помощи Нет никакого Грейва Хоть как-то Продлить жизнь Почему Почему Своего тиммейта По Т2 Тауэр Не сэвид Как же сейчас Много Потеряли Вега Они потеряли Вышку Потеряли Виверну Еще и 2 ТП Отменили Так вот По чуть-чуть По чуть-чуть И сейчас еще И стаки Воруют У нас Дарксир Боже мой Походу Дазл Делал Телепорт Сол Скорее всего Делал Телепорт Но отменил Потому что У него Не было Маны на Грейв Вот так вот Очень неприятная Ситуация Все против Веги Все очень Очень скверно В этой игре Чтобы победить Я не знаю Должно произойти Какое-то чудо Какие-то супер ошибки И на топе Что мы видим Мы видим Нападение на Соло Соло Не имеет Маны на Грейв Не имеет Ничегошеньки И ни единого Шанса на Выживание Тут Вегу Загоняют В угол Самое время Срывать стаки Есть Трики Да Пора Срывать стрики Забирать Все Но Конечно Уже очень тяжело Еще и такой пик У клеверов Он довольно Сбалансированный То есть Он в лейте Хорош И вбить вышки Можно им Неплохо И тимфайт Сильный И какой-то Вот такой Ганг Небольшим количеством Героев Тоже сильный На стадии Драфта Я заметил Банан Дайенга На второй стадии И я не совсем Понимал Почему это не Тускар Или не Слардер Вот Забаньте либо Слардера Либо Тускара И будет замечательно Андайенг После пика Дарксира Ну Смотрится так себе Я не знаю Андайенг плюс Дарксир Это не так страшно Как Какой-нибудь Тускар плюс Дарксир Может быть На начальной стадии Андайенг и поопаснее Но потом в перспективе Ну я думаю Тускар и Дарксир Оценили уже Но вообще Да Такое у нас Если мы вчера Не удумевали Как Клопа там Залетает на пятый пик То сейчас уже Ну Ну мы видим что Первый драфт Там Дум Сразу же СФ Дарксир в ответ Квин оф Пейн Ну Все таки Комбинация героев Фокловерс Выглядит чуть поинтереснее Да Кастует Ульт Даззл Не очень хочется Под ним драться СФ танкует И Даззл Не просто так Кастанул ульт Здесь юзаются Смолки И тайм ту камбэк Будет попыточка Смотрим Нужно Все мы занимает позицию Поставил вордец Стратегический Для вижена Нужно повесить на кого-то Дум Не знаю Кого-то Тускара Или может быть СФ Вообще Чтобы он не кастовал Дум не для того Чтобы убить А для того Чтобы заткнуть кого-то Выключить его Из замеса Сделать его хрипом Опять же СФ он будет бить с руки Не такой уж и хрип слабый Да Там Дарк Сирс Смекой Смотрим Смотрим На Пайката Вешается Дум Винтерскерс Тоже нужен Квин оф фейн Соник Вейв Сразу же вешается Винтерскерс Соник Вейв В итоге не так много Надамажил Пытается взять Тускара Но Тускар не та самая единица Которая стоит погнить Тускар в итоге выживает Убивает мага Разорвали его на части Вместе с Семой Пытается соло убежать Грейв повесил на себя И Пайкат Последней тычкой Завершает жизнь Паша Будучи с дабл дэмэджем ГГ ВП Так рано сдаются Да ладно Да Но тут действительно Уже ситуация Очень тяжелая Против такого пика Камбэк сделать Очень тяжело Потому что Просто пойдет СФ Он будет ломать ТВРА Зайдут на Рошана Заберут Рошана И дальше 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 Попробовали принять Сейчас драку Получилось Да Хотя Ну не так плохо Кинули свои сплы Но с таким преимуществом Нужно было кинуть их Просто идеально Вот такое вот у нас Начало Воскресного утра 15 минуточка Просто Вчера игры пошли Так быстро Что решили Сыграть еще один матч Сегодня я чувствую Нам придется какой-то Еще один турнир Дополнительный Это реально та игра Где пики шли дольше Чем сама карта Ну примерно да Да Будем надеяться Что у нас все-таки Будет сегодня Все три карты Хочется конечно их увидеть